Детские сады Детские сады Конкретно на благоустройство территории ушло 2 миллиона 900 тысяч, на ремонт вот этого здания и кровли все вместе 7 миллионов 894 тысячи, плюс дополнительное водоснабжение 151 тысячи. И на приобретение мебели, игрушек 827 тысяч. И из республиканского бюджета было выделено 856 тысяч, тоже на приобретение различного детского игрового оборудования. Заведующий детским садом показывает, каким стало здание после ремонта. Все выполнено качественно и современно. Яркая функциональная мебель, развивающие игрушки, дополняют и украшают интерьер в группах. Детишки и родители довольны, о чем они рассказывают главе администрации. Еще один детский сад, где созданы дополнительные места, это детский сад номер 17. Здесь появилось две новые группы и 50 мест. Всего в этот детский сад теперь смогут ходить 237 воспитанников. В детском саду номер 27 «Колокольчик» создана одна группа для 20 детишек. В нашем саду 10 групп и была необходимость обязательно еще дополнительные места ввести. И было помещение, которое нужно было отремонтировать капитально. В этой группе для приема детей были заменены окна, отремонтированы полы, электропроводка, установлены новая сантехника и водонагреватели, закуплена мебель, постельные принадлежности. Выполнены и другие виды работ. Всего на проведение ремонта в новых группах трех детских садов было выделено более 15 миллионов рублей. Деньги были выделены на то, чтобы ликвидировать очередность детских садов. Хотя у нас общей очереди в городе как таковой нет, но у нас есть такие детские сады, где существует локальная очередь. То есть это детские сады, которые расположены в местах наибольшей застройки жилыми домами, или которые, наоборот, удалены от основной массы детских садов. Вот к таким детским садам у нас относится первый садик, 27-й, где мы сейчас находимся, колокольчик. Ну и детский сад 17-й, куда уже несколько лет существует локальная такая очередь. Все вновь созданные группы уже работают, правда, пока их посещают, еще не все получившие направление в новые группы воспитанники, так как некоторые проходят медосмотр для устройства в детсад. Но, как говорят заведующие, все 150 мест уже заполнены. Екатерина Сломатина, Илья Нураминов, Новости. Редактор субтитров А.В. Перед депутатами выступил глава администрации Ахат Кутулахметов. Его доклад содержал отчет о деятельности администрации за 2013 год и предложение комплексного плана мероприятий по реализации послания президента республики Башкортостан к госсобранию. Ахат Кутулахметов отметил, что немалую роль в эффективном развитии района играют инвестиции. В настоящее время район находится в первой десятке по объему инвестиций на душу. Наследен, что составляет 56 тысяч 300 рублей. Крупными инвестициями на территории района выступает Канченовское управление базовоохранения газа, Башкортостан управление аварийно-восстановительных работ, ООО «Агрофирмы Башкортостан и Лимузия», СПК «Инни Кирова», СПК «Искра», ООО «Бесагра» «Транс». Главный финансовый инструмент стабильного социально-экономического развития – муниципальный бюджет для эффективного своего функционирования нуждается в экономии средств и рациональном их использовании. Главным финансовым инструментом для достижения стабильности, состояния экономического развития района и показателя эффективности служит бюджет. По отчетным данным, по составу на 1 января 2014 года в консердентальный бюджет района поступило собственных доходов в размере 202 миллиона 400 тысяч рублей, при плане на 2013 год – 193 миллиона рублей, что составляет 104,9% при нормативе 100%. Более 70% расходов бюджета сегодня социальной направленности. При этом тем, просто расходы бюджета огражают динамику роста его доходов. В результате дефицит в консердентном бюджете района составил более 2% от объема бюджета, или 14,5 миллиона рублей. Однако мы справляемся с этим дефицитом, он покрывается остатками бюджетных средств на начало года. Чтобы достойно жить, нужно не только зарабатывать, но и разумно экономить, беречь каждую бюджетную руку. Одной из основных задач, поставленных президентом Хамитовым в своем послании к Урултаю, является и содействие реформированию ЖКХ. Главная проблема в его реализации – наличие неплатежей потребителей за услуги отрасли. Проблемы низкой собираемости, платежей населения, ростокредитторской задороженствой, жилищно-коммунальных предприятий сказываются на подготовке коммунальных объектов к работе осенне-зимний период. Постоянное внимание требует от местной власти создание условий для предоставления некачественных услуг населения в области жилищно-коммунального хозяйства. В текущем году на мероприятии по подготовке к зиме объектов жилищно-коммунального назначения на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней выделено финансовые средства в размере 4 млн 555 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт сетей водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения. А в селе Айсвак отремонтированы котельные номер 3 на общую сумму более 16 млн. рублей. Сельским поселением из республиканского бюджета оказывается финансовая помощь на благоустройство и должную деятельность по 400 тыс. рублей в год. На приобретение коммунальной техники из республиканского бюджета на основании софинансирования выделено с выше 2 млн. рублей и приобретен экскаватор Ямабор на базе МТЗА. Отчет главы администрации был принят депутатами к сведению и утвержден комплексный план мероприятий муниципального района на 2014 год. Также собравшись и заслушали председателя совета Леонид Богатырева о деятельности совета за 2013 год. Показатели социально-экономического развития республики и места в нем Куэргазинского района стали темой выступления Рузалии Хисматулиной. Промышленное производство республики развивается темпами, опережающими средне по стране. Например, за 2012 год, если темпы роста в Российской Федерации создали 102,5%, то по республике Руссана это показатель 105,7%. Предварительные итоги 2013 года свидетельствуют об этих же превышающих темпах. Российская Федерация это 100,7%, а республика Руссана 102,3%. И надо отметить, что Куэргазинский район в этом смысле находится среди муниципальных районных городских городов опережающих и среднереспубликанских уровней роста промышленного производства. Показатель по району составил 107,9%. Важнейшим фактором роста экономики является активная инвестиционная деятельность. Сегодня Башкортостан входит в число экономически развитых регионов России с благоприятным инвестиционным климатом. У нас создана вся необходимая инфраструктура. За последние годы обновлена и существенно дополнена республиканская нормативная правовая база по привлечению инвестиций. Существенные льготы предоставляются по налогу на прибыль и налогу на имущество. Как результат, в 2012 году объем инвестиций в основной капитал превысил 230 млрд рублей и увеличился за год на 8%. За 9 месяцев 2013 года, годовых данных пока еще нет, объем составил 170 млрд рублей, вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,2%. Что касается поэргазинского района, охотник считал же, что 100% нужда, действительно, по этому показанию у вас идет в двухкратном увеличении, и объем его составил 1,3 млрд рублей. Это внос в основной капитал. Отметила Розалия Софиуловна и высокие темпы строительства в республике доступного жилья с развитой инфраструктурой и развитии сельского хозяйства. Большое значение передается в республике, как и раньше, это развитие сельского хозяйства. На сегодня в сельском хозяйстве в республике реализуются 18 крупных проектов. Общий объем вложений составляет 70 млрд рублей. В прошлом году на поддержку сельского хозяйства из бюджета республиканского только выделено более 7 млрд рублей. Хороший импульс дала программа 500 ферм. Для данной программы в муниципальном районе Кургазика оснащены две фермы, принимали участие в прошлом году. Было приобретено высокопроизводительное оборудование для молочно-товарных ферм ВСПК «Искра». В целом по республике эта программа «Афартек-130 ферм». С планом мероприятия по подготовке и проведению года культуры, объявленного в республике Башкортостан, депутатов ознакомил начальник отдела культуры Ильнор Туэгильдин. Он отметил, что одна из приоритетных задач в области культуры района сегодня укрепление материально-технической базы учреждения культуры. Необходимо отметить, что миллионы рублей уже заложены в бюджете района на улучшение материально-технической базы учреждения культуры. И осваиваться будет на условиях софинансирования по федеральной целевой программе «Культура России». То есть 30% – это за счет муниципального бюджета, а 70% – за счет федеральных средств. Это означает, что в район должны прийти более 2 миллионов рублей. И эти средства будут направлены приобретение музыкальных инструментов, открытие моделей на библиотеке, приобретение компьютеров для библиотеки, приобретение музыкальной аппаратуры для сельских комов культуры, замена одежды сцены и освещения в РДК. Предложенный план мероприятия был принят депутатами единогласно. Заключительным вопросом повестки дня был вопрос установления нового размера родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях. Начальник отдела образования Лира Терегулова пояснила порядок ее формирования и изменения норм законодательства. С 1 сентября 2014 года вступил в силу федеральный закон об образовании Российской Федерации 29 декабря 2019 года номер 273 ФССР, который несколько меняет порядок оплаты за детский сад. Новый закон о пребывании ребенка в детском саду разделяется на образование, которое будет бесплатно, и уход и присмотр – это плавные услуги, которые оказывают дошкольные учреждения в помощь родителям. Раньше сумма не могла превышать 20% от фактической стоимости услуг по оказанию ухода за ребенком. Федеральный закон – это отключение снял, и регионы с 1 сентября 2013 года вправе сами устанавливать величину оплаты детского сада. Услуги, которые родители оплачивают, включают в себя на слайд, это затраты на приобретение продуктов питания, затраты на хозяйство питания, затраты на средства личной гигиены и соблюдение режима дня. В начале каждого племендарного года, как правило, происходит инфекция на инфляцию, повышаются транспортные услуги, дорожают продукты питания, и как следствие, плава за детский сад тоже начинает возрастать. Кроме того, с 1 января 2014 года полномочия по финансированию заработной кладки и террористских проводников переходят в муниципальном уровне на региональный уровень. Уважаемые депутаты, руководствуясь статьей 65 Закона РФ 29 декабря 19 декабря и глава РФ просим установить размер родительской кладки за присмотр и уход муниципальных дошкольных образовательных учреждений 900 рублей за один месяц по сельским комплектным детским садам и 950 рублей по детским садам в село Иваново. Для родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей 10% указан за драт, составляет 750 и 800 соответственно. Но если за содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с суперкультурной квалификацией, родительской оплаты не отшимать. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Данные предложения депутаты приняли единогласно. Елена Камска, Владимир Кузьмин. Новости. Подготовительные работы к празднованию 70-й годовщины и победы в Великой Отечественной войне начались еще в прошлом году. Уже на сегодня составлен организационный комитет и подготовлен проект плана мероприятий к знаменательной дате. Обсуждение плана стало главной темой повестки дня заседания оргкомитета. В ноябре месяце мы уже собирали предварительные планы всех наших структурных подразделений. Культура, образование, учреждения здравоохранения, социальной защиты, молодежи, спорта. Все прописали свои мероприятия. В списке мероприятий образовательные и культурные программы, волонтерская и благотворительная деятельность, работа по благоустройству города и созданию доступной среды. В числе масштабных разделов городские проекты и акции. Один из образовательных проектов «Эшелон памяти» уже получил старт 27 января этого года. В него входит проведение различных конкурсов, викторин, Дней памяти и спортивных мероприятий. В плане оргкомитета реализация новых разработок, а также продолжение традиционных акций, таких как кадетство, ретро-парк или бессмертный полк. Суть проекта в том, что уже ушедших от нас ветеранов войны портреты, ордена, медали, родственники, потомки, правнуки, представляют уже на параде ветеранов 9 мая. Такое практикуется, очень впечатляет и создает такую картинку. То есть всегда живы и в этом строю вместе за ветеранами движется эта колонна. Сюда мы, конечно, будем привлекать и образовательные учреждения, все предприятия. То есть это работа семьи, память семьи. План будет доработан с учетом всех предложений и замечаний. Планируется, что организационный комитет будет собираться ежеквартально. Конкурс «Учитель года» проводится на базе гимназии номер один. В этом году название лучшего педагога претендует пять учителей из разных общеобразовательных учреждений города. В течение недели претенденты будут проводить конкурсные уроки, показательные мероприятия, а также защищать перед жюри свои педагогические концепции. Прежде всего, это умение наладить взаимоотношения с детским коллективом. Это умение построить урок, умение провести занятия. Ну и самое главное, наверное, профессионализм каждого из участников. Тот уровень педагогического мастерства, который каждому присущ. Вот на это будем обращать внимание. Татьяна Наумова – учитель географии гимназии номер один. Ее педагогический стаж более 17 лет. Для нее, как и для многих педагогов, конкурс не просто возможность продемонстрировать свои профессиональные достижения, но и возможность получить новый опыт. Ожиданий много, это интерес, это проба своих возможностей, это обмен опытом, это изучение опыта других учителей. И это просто интересно, потому что тебя оценят с разных позиций, разные учителя. В первый день конкурсанты представили свои визитные карточки. Данный этап конкурса проходил в формате самопрезентации. Она призвана сформировать первые впечатления об участниках, их лидерских качествах, креативности. За них болеют учащиеся и коллеги. Впрочем, поддержать любимого учителя можно и в интернет-голосовании, на сайте Управления образования. Проголосовать можно до 17 часов 19 февраля. Айгуль Мухаммедшина, Денис Тихонов, Новости. В этот вечер концертный зал районного дворца культуры молодости села Ирмалаева был полон. Девять красавиц и пятеро юношей сельских поселений Кургазинского района оспаривали право носить титул «Халукай» и «Кургазе-Батыр-2014». Конкурсная программа в этом году отличалась оригинальностью, но первой из пяти этапов стала традиционная визитная карточка. Демонстрацию мусульманской праздничной одежды публика приняла на ура. Разнообразие фасонов позволило участникам конкурса не только показать достоинства каждой модели, но и прикоснуться к национальным традициям. Редактор субтитров А.Семкин В творческом конкурсе участники пели и танцевали, чем доставили немало приятных минут и болельщикам, и членам жюри. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На следующем этапе задания для участников отличались. Юноши демонстрировали свою физическую подготовку. И после таких несложных дисциплин, как метание дротиков и отжимания, стали определяться претенденты на победу. Девушки представляли кулинарные традиции народов мира. Здесь оценивались как оригинальность художественного представления народа, так и оформление его традиционного блюда. В перерывах между этапами болельщики каждого участника представили зрителям музыкальный номер, чем не только поддержали конкурсантов, но и порадовали зрителей. ПЕСНЯ Активно поддерживали своих конкурсантов и болельщики в зале. Особый их восторг вызвал заключительный этап конкурса – дефиле. ПЕСНЯ Активно поддерживали своих конкурсантов и болельщиков. Активно поддерживали своих конкурсантов и болельщиков. ПЕСНЯ Активно поддерживали своих конкурсантов и болельщиков. ПЕСНЯ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И это танцы народов мира тоже Одежда очень красивая Девочки, конкурсантки мои тоже очень хорошо подготовились Ну и наши батыри, мальчики Тоже хорошо все Сегодняшний конкурс мне очень понравился Он мне подарил очень много друзей И научил работать перед публикой Все участники были отмечены жюри в номинациях Свои призы также учредили Курултай Башкир Кургазинского района Отдел молодежи и газеты Юшатырь Единодушным решением жюри Кургазей Батыр 2014 был признан Айнур Тунасов из села Ново-Таймасово Гран-при и звание Халаукай Была достойна Сатяшева Гульнас Из села Икшимбетово Именно она будет представлять Кургазинский район На отборочном туре республиканского этапа конкурса Халаука 2014 Елена Камская, Владимир Кузьмин, Новости В то время как Россия принимает белую зимнюю олимпиаду В школе номер 2 села Ирмолаев Решили поддержать спортивную тему И провести свои олимпийские игры По инициативе президента нашей школы Новохадского Артема И Совета старшеклассников нашей школы Была выдвинута идея Что в год проведения зимних олимпийских игр Провести малые олимпийские игры В нашей школе То есть поболеть таким образом Не только за спортсменов нашей российской сборной Но и спортсменов нашей школы Мы выбрали самых инициативных детей Самых активных У нас организовалось 6 команд Которые будут участвовать В течение всей этой недели В различных видах спорта Таких как лыжные гонки, бобслей Гонки на санках Ну и других видов спорта Участниками церемонии открытия малой олимпиады Стали учащиеся 3-х, 4-х и 5-х классов Юных спортсменов Приветствовал Василий Копылов Дорогие друзья Я Вас всех сердечно приветствую Сегодня здесь, в этом зале Малоолимпийские игры Это знак о том Что олимпиады Не только для олимпийцев Но и здесь В вашей школе Будут проходить Такие же игры А вам, ребята Счастливых стартов Удачных побед И чтобы вы всегда были на высоте С праздником А дальше все было как на настоящей олимпиаде И поднятие олимпийского флага И зажение символического олимпийского огня Школа, равняйся Смирно Глава 12 Ученики Школа номер 2 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Первые Малоолимпийские игры средняя учебная школа номер 2 Сила Ярмалаева считаются открытыми. Вся предстоящая неделя в школе номер 2 пройдет под олимпийским флагом. В программе игр соревнования по лыжам, биатлону, санному спорту, скоростному спуску. Также состоится конкурс рисунков на тему Олимпиады. Пожелание председателя малых олимпийских игр юным спортсменам проявить свой характер и добиться высоких результатов. Я желаю нашим спортсменам только побед, только удачи во всех спортивных играх.